Но еще же будет заметный матч Спартака и ЦСКА. Что это будет за игра, учитывая то, что ЦСКА по-прежнему борется за Лиго-чемпионское место, а Спартак, не знаю, борется ли за что-то еще. Кстати, со стороны, если судейской посмотреть, насколько это сложный будет матч для судейства. Независимо от турнирного положения, матч Спартак-ЦСКА очень почетный матч для любого орбитера. Его судит Алексей Николаев, насколько я понимаю. Это, знаете, это проверочная игра. Что ты умеешь делать вообще и зачем ты в судейском корпусе? Если ты отсудишь этот матч, спокойно, так сказать, ну, Леша, я уверен, что он не напортачит и ни на какие посылы, так сказать. Я его считаю лучшим. Я его считаю лучшим. Он футбольный, да, парень, он разбирается, так сказать. У него нет таких шатаний, как у некоторых орбитеров. Поэтому я считаю, что матч будет футбольный матч. Вот смотрите, вот ты говоришь, они борются за Лигой чемпионское место. Они выше в турнирной таблице. У них более складная игра. У них более мастера, которые ведут игру. Только Еременко один что там стоит. А давайте другую турнирную таблицу посмотрим. Чемпионат Москвы. Спартак обыграл всех. Вот так, да? Да, Спартак обыграл там. Чемпион Москвы, да? Да, чемпион Москвы. Это говорит о том, что предсказать в дерби невозможно ничего. Спартак совсем недавно, в какой-то год, вообще просто внизу был. ЦСКА в лидерах был. И я улетал, прилетел, приехал в Домодедово. Мы куда-то улетали, а там компания смотрела уже футбол. И с левого фланга идет под правую ногу, ори и в дальнюю девятку забивает. Это вот постоянное. Тут вопрос не в судействии. Игра будет. Не важно, кто на каком месте. Это принципиальная игра для спартакчей. Это витает в воздухе. И для ЦСКА то же самое витает в воздухе. И я не отдаю преимущество ЦСКА в этой игре. Вот в чем дело. Продолжение следует.